Во-первых, прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, потому что мы давно очень дома не играли за поддержку. Это очень важно, наверное. Номер один, то, что сейчас как раз называется событие, потому что, учитывая, что последних, наверное, мы здесь не были месяца 4-5, то это очень хорошо. Во-вторых, если брать конкретно по игре, то я считаю, что, учитывая все обстоятельства, соперник достаточно серьезный, и мы, насколько успели подготовиться за это время, изучили слабые и сильные стороны, так же, как обычные команды мы изучаем, конечно, нам нужна была только победа. По большому счету, нам каждое очко, хотя на вес золото, но с такими командами, как мы сейчас, вроде бы как 3-10 поражения идем, но мы не выигрываем игры, это очень плохо. И взяли очко в тайме. Здесь, вроде бы, с лидером тоже были у нас эпизоды достаточно хорошие, что можно было решить исход матча. Ну, так же и соперника были моменты. Именно игра была до гола. Все боялись ошибиться, и из-за этого очень много было брака в простых ситуациях. Потому что, все-таки, в футбол нельзя играть, и если ты боишься, то ты не можешь созидать. И играть в тот футбол, который, допустим, на данном этапе я вижу. Потому что я команду практически не видел, только приехал, у меня были семейные проблемы, приехал только вот сейчас до Томи. И потихонечку изучаем, пытаемся выходить на уровень, чтобы мы именно побеждали. Но, чтобы побеждать, нужно, во-первых, не пропускать. Мы сегодня хотя бы уже не пропустили в нормальной нашей атакующей группе. Ну, так сложилось обстоятельство, что, значит, наверное, мы не заслужили на победу. Наверное, наиграли на ничью. Что есть, то есть. Нужно делать выводы и работать дальше. Команда три игры подряд играет в ничью. Такую миролюбивость проявляет. Вы знаете, что нужно сделать с командой, чтобы она стала агрессивной? Ну, знаете, чтобы комментировать такие вещи, я же говорю, я не проводил ни сбора, ничего, у меня здесь не было. Я никогда не ищу причин, что это какая-то причина. Вот мне доверили сейчас, насколько мне это будет, как оно будет дальше работать с командой. Я пытаюсь, как бы, свои знания передать в тот футбол, который, конечно, где-то я вижу, в чем, чуть-чуть еще немножко времени, потому что те моменты, что я увидел, в чем проблема, они нарабатываны в тренировочном процессе. Но главный экзамен – это игра. Есть футболисты, которые, да, забивают. Ну, вот, например, сегодня мне очень хотелось, что так получилось, что Саталкин, который у нас сейчас в каждой игре забивает, получил травму. А, как правило, он, в принципе, вот как в Томи, во втором тайме раскачивался, он забил гол. Была большая надежда. И, учитывая достаточно серьезный уровень футболистов обороны соперника, например, Кобзарю тяжело было его достойно заменить, чтобы хотя бы навязать борьбу. Мы сразу же потеряли все-таки, не в том, что Кобзарь, потеряли именно вот в этой мощи, что нам надо было цепляться. Поэтому я и выпустил Кахилашвили, хоть и не готово, но у него хоть есть какие-то силы, ну, мышечная масса, чтобы хотя бы как-то цепляться за мячи. Потому что очень тяжело, тем более на таком поле оно было для всех одинаковое и тяжелое. И однозначно, что я вижу выход, где, ну, в принципе же, 2-2, 2-2, 4 мяча в тех играх забили, но сегодня так получилось, что не забили, по большому счету. У Саталкина травма серьезно? Ну, вы знаете, у него с голеностопом проблемы, он уже лечил этот голеностоп. И что плохо, что это рецидив. Он подвернул, и это очень плохо. Как оно до следующей игры восстановится, он или нет, это уже как на данном этапе, немножко как хронический момент. И вот это, ну, докторам вопрос, конечно, не хотелось бы потерять. На Гоглове сегодня соперник заработал 3 желтые карточки. В атаке Саша, в принципе, больше, у него мяч отбирали, не забил из выгодной позиции. Этот матч можно занести в актив за голеностопом? Однозначно, потому что он очень активно работал на атаку. Это важно. То есть важно работать, а не результат? Нет, важно через работу появляется результат. Да, так как он работает, значит, он в любом случае, у него показатели уже, он в той игре забил, в позапрошлой игре забил, отдал, первый гол там не сделал. Так что, если брать эффективность его, я считаю, что у него достаточно, она неплохая. И он сегодня эффективно работал. Да, он не забил, он имел момент. Да, он в первом тайме здорово взял на себя, прострелил, мы должны были забивать гол. Его эффективность, я считаю, на неплохом уровне. И у него есть потенциал, я много с ним сейчас разговариваю на эту тему. Потому что, видите, как он сегодня желтую получил за разговоры. Потому что он эмоциональный парень, я ему его предупреждал. Нужно все время концентрацию все-таки не терять, а все время быть в игре. Если концентрацию человек теряет на разговорах, то он не может, когда вовремя нужно исход матча решить, он не может постоянно владеть собой. Мы же смотрим во всем мире, как играют звезды. У них, они все полностью на игре. Поэтому я учу и так же футболистам говорю, вы должны обратить внимание только на игре. Сегодня с выгодной позиции дважды Булыга пробил, да, по-моему, он бил. И Гоглоев до этого очень сильно в матче с Томи, по-моему, очень сильно ударил Хинчагов во вратаря. Тоже с выгодной позиции. Может, стоит как-то поговорить с ребятами, чтобы они более технично распоряжались мячом, а не вкладывались в удар. Ну, вот смотрите, в принципе, мы тренировались давно в определенном месте. Это тоже имеет место. Мы тренировались, например, на синтетике, на хорошей, на очень хорошей. Это одно. Переехали, играли на натуральном поле. Это совсем другое. Сейчас переехали сюда, три тренировки потренировались, вообще другое поле. Мне кажется, мы много в тренировках работаем на исполнение как раз. Есть варианты и такие, и такие, и такие. Это уже зависит от футболиста, от его индивидуального мастерства в любом случае. Научить в команде мастеров ФНЛ этому уже невозможно. Это или есть, или нет. Просто человек должен уметь анализировать то, что я им всегда говорю, и в тренировочном процессе это делать. Потому что если мы в тренировках не будем забивать, значит, мы не будем в игре забивать. А это уже от уровня футболиста зависит. Следующий играть через неделю ровно, какие-то экспериментировать, что-то будет? Будем думать. Потому что где-то какие-то нюансы мы должны побеждать. Естественно, мы будем думать, за счет чего мы можем побеждать. И что можно сделать. Ну, конечно, очень было, вот конкретно у меня, очень мало времени было, чтобы, я же говорю, я только приехал. Как бы, и все нюансы все-таки, ну, отрабатывались, наверное, на сборах. И сейчас просто я пытаюсь, как бы, еще своими знаниями что-то дополнить, чтобы была эффективность. Самое главное, это работать на клуб. И из-за этого будут, конечно, перемены, однозначно. Потому что нужно, во-первых, мы понимаем, что Гоглоев получил четвертую желтую карточку. Значит, у нас есть люди после травм, не готовые. Где-то может за это время подтянуть и тот же Хаджава, который умеет отдать эту передачу. Посмотрим, все будет видно в тренировочном процессе. Кто сильнее, тот и играет. Сегодня команда, когда переходила в середину поля, как ступор становилась. Она становилась. Соперник развивал так, мол, не у нас, бездет, как и штормой. В чем дело? Сыгранность. Однозначно, сыгранность. Очень сильный соперник в плане сыгранности. Посмотрите, кстати, заметили, они и Тосно, это единственные команды, которые три игры подряд победили. В весеннем чемпионате. Три игры, это, вот, а мы, в принципе, как бы, вроде бы как, и очко, оно всегда, как по весне считают. Но в нашей ситуации, конечно, нам нужны победы. Но в любом случае, они вот, чувствуется у них сыгранность, они знают, что быстро делать. У нас все равно новые футболисты где-то, тем более в центре поля. Как раз то, что главное, это центр поля. Вот мы находим золотую серединку именно центра поля, потому что важно, как у тебя середина развивает атаки. Это очень важно. У нас все три футболиста центральной зоны, да, кроме там Виноградова, например, он больше на атаку. Все футболисты, допустим, тот же Воронкин, тот же Кулешов, новые. Сыграться, как открыть, ну, много нюансов, мы много над этим работаем. Вроде пошла такая, тихо, забеги много. Ну, это так же от уровня мастерства. Человек как быстро принимает решения, человек как, как он принимает вообще решения, как он думает. Много нюансов. Лично вопрос можно? Вы ожидали переехать на Сахалину весной на Новую Поляну или не ожидали? Ну, конечно, ожидали на Новую Поляну. Спасибо.